И вы говорили, что этот проект является частью большой научно-исследовательской работы, которая должна завершиться в следующем году по созданию системы дистанционного мониторинга в качестве зелёных насаждений. А не могли бы привести какой-то наглядный пример, понятный пример, как это будет работать, вот, скажем, на горизонте там нескольких лет, да, двух-трёх лет, как это может работать? Понятно, что, возможно, этот мир закончится, не завершится в этот срок, но, тем не менее, давайте помечтаем. Вообще, эта работа, она должна пролечь в основу более глобальной амбициозности нашей работы по созданию системы управления зелёным фондом нашего города. Эта система, она базируется, можно сказать, на трёх китах. Первый кит – это интеллектуальный мониторинг. Мониторинг с помощью датчиков, современных технологий мониторных, то есть, современных приборов, например, арбатон, резисторинг, которые помогают проявлять нарушения ствола дерева, проявлять скрытые гнили. Кроме того, планируется использование более плотное данное дистанционное зонтирование. Вот такая планируется у нас система мониторинга. Следующий этап – это создание системы интеллектуального управления зелёного фонда, интеллектуального содержания, точнее. Тоже эта идея, наверное, всё-таки была у нас заимствована в какой-то степени. Мы провели достаточно большую работу по изучению зарубежного опыта, познакомились с опытом гадальянских коллег, германских коллег. В настоящее время в группе распространена система, когда проводится анализ отложающей среды качественной среды, например, исследуют состояние почв, состояние зелёного сождения классическими полевыми методами, и на основании этих уже данных формируется некий индивидуальный перечень мероприятий уходных, которые подходят именно для данной конкретной территории.